И Bugatti Veyron, пожалуй, наиболее яркое олицетворение вот этой самой мечты, как с точки зрения пафосности бренда, так с точки зрения цены в миллион сто тысяч евро, так и с точки зрения мощности в тысячу одну лошадиную силу. С 2002 года. С того момента, как проект Bugatti Veyron начал обретать свои реальные очертания, мы мечтали о том, чтобы поездить на этом. И приобщиться к мечте нам поможет сегодня месье Рафанель, человек, который работает нынче тест-драйвером Bugatti, а в прошлом выигрывал даже в 24-х часах Лимана. И так ожили, ожили тысячи лошадей вот здесь, под карбоновой крышкой капота Bugatti Veyron, и мы отправляемся в нашу тестовую поездку. И надеемся, что после небольшого инструктажа, инструктажа во время движения, конечно же, Ампер пустит нас за руль этого миллиона евро, реализованного в карбоне, алюминии и титане. Let's go! Поехали? Как бы не так. Сначала будьте добры подписать бумагу для страховой компании о том, что за ваши возможные глупости мы не отвечаем. Помятуя тысячи лошадей, сопящихся спиной, эту меру выпендрежем не назовешь. А вот теперь поехали. Под аккомпанемент подбывания турбины зомбирующий спокойный голос мастера, чей инструктаж больше напоминает промывание мозгов. Это лучший автомобиль, когда-либо созданный человечеством. Пойми это. И никто больше ничего такого не сделает, потому что должны совпасть три обстоятельства. Первое. Это огромные инвестиции. Второе. Нужен убойный бренд, такой как Bugatti. Toyota, например, может сделать отличный автомобиль, который будет ездить со скоростью 500 км в час. Но никто не отдаст за него миллион сто тысяч евро. Потому что человек покупает не только железо, не только машину. Он покупает и легенду, миф. И в-третьих, нужен такой человек, как Фердинанд Пьех, возглавлявший Volkswagen, когда Bugatti возрождалась. Тогда, в 97-м, самый мощный серийный автомобиль на планете имел 550 лошадиных сил. А он сказал, я хочу сделать машину, у которой будет тысяча сил, и которая будет ездить за 400 км в час. Он не просто хотел сделать лучшую машину. Он хотел, чтобы она была лучше других на 200%. И мы долго шли к этой задаче. Ещё в 2003-м не клеилось ничего. Мотор, который мы создавали в муках, всё время взрывался. Он взрывался от перегрузок и перегревов. Коробка тоже всё время взрывалась, потому что мощности крутящий момент для коробки были избыточны. Машина не ехала. Но мы победили. А больше, повторюсь, никто никогда ничего такого не повторит. Хотя бы потому, что ни одной компании такой продукт не нужен. В 2005-м году мы были готовы уже запустить машину в серийное производство. И нам потребовалось куча времени ещё на доводку ходовой части. Потому что мы понимали, что нашему клиенту нужен не просто убойный автомобиль, а комфортабельный. И ещё один момент. Вот скажите, нравится Феррари? Ну, честно говоря, я с химической симпатией отношусь к Порше. Ну, неважно, и Порше. Ну, мы давай поговорим о Феррари с тобой сейчас. Вот смотри, почему люди покупают Феррари? Они покупают ведь не машину, они покупают бренд. Потому что они видят Феррари каждый уикенд в Формуле-1. Мы бы тоже могли себя раскрутить, вложив огромные деньги в рекламу и сказав, Бугатти возвращается. Но мы вложили эти деньги в машину. И фактически мы сделали автомобиль, суперкар, который требовательен к обслуживанию так же, как Volkswagen Golf. Вот мы к этому стремились. А потом смотри, ещё одна вещь. Всё очень просто. Зажигание, стартёр, рычаг коробки в положении драйв. И всё, я еду. Всё очень просто. Чтобы управлять самым быстрым суперкаром на планете, тебе нужно всего лишь иметь две вещи. Права, и это несложно. Кстати, они есть у тебя? Хорошо. А ещё нужен миллион евро. Это чуть сложнее. Но если у тебя есть и то, и другое, ты можешь сделать то, что делаю сейчас я на твоих глазах. Повторяю, всё очень просто, но это немыслимо. Сел и поехал. При тысяче лошадиных сил, при 1250 ньютонов на метр крутящего момента, ты едешь на ракете. Это больше, чем в Формуле-1. Я гонщик, могу совладать с этим, но мы думали прежде всего о том, что те, кто готов заплатить миллион сто тысяч, могли этим легко пользоваться, не имея гоночных навыков. Эта машина должна быть не только быстрой, но и безопасной во всех отношениях. И полный привод, который тут есть, это весьма кстати. И пойми, мы не пытались построить гоночную машину. Во-первых, потому что в гоночной машине вся начинка живёт недолго. Проехал 500 километров, и надо что-то менять. А Виерон работает от техобслужника до техобслужника, как обычная машина. Здесь другая идеология. Это самый быстрый, но дорожный и очень комфортабельный и лояльный к водителю автомобиль. И лишённый спорных технико-эстетических решений, старик Бугатти, например, полагал, что съёмная головка блока цилиндров отнюдь неэстетична. Ну что ж, лекция была неплоха. Впечатляет. Однако посмотрим, насколько всё это соответствует практике. И насколько действительно миллион евро реализуется абсолютно уникальным образом. Потому что мы всё-таки знаем довольно много способов потратить такую сумму. Если во многих других суперкарах, например, в том же Астл Марцине, мы заметим очень много деталей от Форда, то здесь этого нет. И это абсолютно верно, потому что, согласитесь, человек, который отдаёт миллион за автомобиль, он не может нажимать на ту же кнопочку. Он не может чувствовать под руками ту же дешёвую пластмассу, за которую платит другой человек 15 тысяч. Сейчас на тахометре 1 тысяча оборотов. На спидометре 50 километров в час. А на дисплее, который показывает номер передачи, стоит цифра 5. Вы можете представить себе этот безумный крутящий момент, который позволит нам вместе с тем, едва прикоснувшись к педали газа, совершить прыжок в вечность? Кстати, для того, чтобы попытаться взлететь, дотронуться до педали оказывается мало. Надо её серьёзно утопить. Это, опять же, подчёркивает лояльность этой красавицы и этого чудовища к водителю. У пилота всегда остаётся шанс и время осознать, а что он делает, и отдать себе отчёт в том, как отреагирует на его действие то, что гораздо сильнее. Веерон добрый, как бывает доброй, настоящая сила. Эта машина ускоряется до сотни за две с половиной секунды. Вы можете представить себе, что это такое, если вы постоянно смотрите трансляции Формулы-1. Однако для того, чтобы хорошо разгоняться, нужно уметь ещё лучше тормозить. Когда-то всё было не так. Одна из владелец Бугатти обратилась к Мэтру с претензией. Месье сказала, она, мне кажется, ваша машина не очень хорошо тормозит. Мадам, ответил ей Бугатти, вы знаете, я делаю автомобили для того, чтобы они быстро ездили, а не для того, чтобы они быстро останавливались. Нынче другие приоритеты. Веерон замедляется со 100 км в час до нуля за 2,3 секунды. Таким образом, цикл 0-100 км в час-0 занимает меньше 5 секунд. Это настоящий эксклюзив. Здесь от каждой детали, от каждой мелочи пахнет таким благородством, пахнет таким аристократизмом и таким вкусом, что, в общем, дополнительных стимулов для того, чтобы это осознать, не требуется. Достаточно просто полоскать пальцами вот эти лепестки, которыми можно переключать скорости вверх и вниз, чтобы понять, над каждой из этих кнопочек, деталюшечек, клавиш работал дизайнер, причем работал не за деньги, а за честь и за совесть. Благодаря двойному сцеплению передачи переключаются совершенно незаметно. Вы не чувствуете ни малейшего рывка, потому что фактически одновременно включены две передачи. И вопрос только, какое сцепление работает в настоящий момент. Для того, чтобы нам вдруг выстрелить, нам не обязательно пользоваться вот этими самыми патрулевыми переключателями, которые так вкусно щелкают, которые так хочется ласкать пальцами. Нам достаточно перевести рычаг селектора коробки еще на один щелчок вправо. Просто качнуть его. Раз, и все. С шестой передачи автомобиль моментально прыгает на первую, и обороты с тысячи подрастают до пяти тысяч, то есть машина начинает работать с новым эффективным, по замене оборотов. Мы нажимаем педаль газа и... И начинает запускаться. У нас сейчас есть шанс иметь кое-какие неприятности с дорожной полицией, потому что стрелка как-то неожиданно подобралась к отметке 240. Всего же на спидометре разметка идет до 420 км в час. Сейчас, повторяю, 420. Максимальная паспортная скорость составляет немногим меньше. 405. Кстати, по поводу максимальной скорости, просто представьте себе ситуацию. Была бы прямая дорога из Москвы до Питера, вот можно было бы выехать и вольнуть, и так, чтобы никто не мешал. И, в общем, реально доехать до Питера меньше, чем за два часа из Москвы. Вот только каждые 12 минут придется останавливаться на заправке, потому что этот 100-литровый бак будет выжигаться именно за это время. Средний расход топлива может чуть переваливать за 100 литров на 100 км. Это при движении со скоростью 400 км в час. Но что касается того режима, в котором едем мы, то средний расход, честно, составляет порядка 25 литров на 100 км, что нельзя не признать отменным результатом для мотора в тысячу лошадиных сил. Впрочем, вряд ли ситуация будет волновать кого-то из клиентов, они будут обращать внимание на эти, в общем, смешные и столь ненужные для них параметры. Вообще, весь фирм состоит из мелочей, которые можно изучать практически бесконечно. Само собой, эти люди думают о безопасности. Например, карбонный монокок, безусловно, проверялся в авартуре для крэш-тестов. Однако есть куча нюансов, которые напоминают нам о том, насколько мощен этот автомобиль. Насколько он по-настоящему может быть экстремален, а в неумелых руках и опасен. Вот посмотрите, как здесь открываются противосолнечные козырьки. Они открываются против хода. Важная деталь, между прочим. И над ней серьезно думали. Дело в том, что если бы здесь козырек открывался так, как открывается обычный козырек, то есть по ходу движения, и он стоял бы под углом по отношению к голове человека, то при ударе на скорости в 400 км в час он просто бы разделил голову на двое. И еще о кое-каких мелочах, которые так важны на высоких скоростях, и о которых, наверное, не думают даже создатели автомобилей, ну, обычных, дорожных, многотиражных. На скорости больше 220 км в час автоматически выдвигается заднее антикрыло, и автомобиль приседает. При этом дорожные просветы, без того невеликие, в 10 сантиметров уменьшаются до 8. Причем передок приседает больше, чем задняя часть, и таким образом сознается дополнительная прижимная сила. Но самое интересное, это, пожалуй, главный вывод, который можно сделать из всей этой совершенно безумной истории. Жанкер был совершенно прав. Достаточно иметь две вещи, права и миллион евро, чтобы на этом ездить. Правда, я добавил бы еще и третий компонент. Это мозги. Потому что если их не будет, то так...